Так, ребята, сейчас мы встречаем Арсения, вот он уже идет. Спасибо, с коронавирусом, да? У вас здесь бардак происходит, паника. Больше по воде. Так что пользуйтесь, на здоровье, забудьте. Блогеры, которые существуют, они не показывают реальной Америке. Что здесь реальная? Вот эта девушка полноватая, либо Скидроу, бездомная, вот эта проблемная остановка, куча грязи. Ну, то есть ты возмущаешься тем, что люди не показывают Скидроу? Не, мне это вообще все равно на самом деле. Я просто думаю, что эти люди, которые смотрят на блогеров, они немного обманываются. Ну, то есть они, возможно, не знаю, у них нет возможности приехать сюда, но они хотя бы все равно. Посмотрят, да, на это все. Я не спорю, здесь красиво, но иногда здесь будет реально ужасно. Я никогда не был на Скидроу. Я представляю, что там. Я, допустим, видел водки какие-то. Я против показывать нищие. Да, ну, может быть, он будет набирать просмотры. Я показываю Америку такой, какой я вижу. Точно так же ведут себя другие блогеры. Поэтому ты говоришь, типа, не показывают настоящего. Я не вижу бездомных. Я не вижу ужаса вот этого все, раздетых людей в палатках. Я этого всего не вижу. Ведь для меня этого нет. Я показываю, как будто этого нет. И люди, что обманываются, нет. Они питаются тоже позитивной энергией, как и Супермен, значит, там какой-то идет. Я хочу сейчас снять чувака. Смотри, прикольный. Он даже и похож. Так, ребята, это WSS магазинчик с кроссовочками. Ну, здесь вообще, типа, дискаунтер. Что такое пила для русского человека? Выглядит как old school. 30 баксов. Что это вообще? Резина, конечно. Мне нравится вот такой стиль кедов, но я еще не видел. А? Водим он в каком-то кедов. Что? Да? Ну, окей. Разные родины. Ну, не суть. Но я не нашел нормально, чтобы кожа была. А это не положу, что нет. Нет, это, конечно, не кожа. За 20 долларов не кожа. О, очень стильные. Но, опять же, не кожаные. 30 долларов стоят, да? Ну, что ты себе купил? Вот я сам. Во, мне вот это всегда нравится. Модные офигенские тапочки за 40 баксов. А что это за? Вот это что такое? Почему такая трясня стоит таких денег? Ну, блин. Во, макосины прекрасные. Везли. 9 баксов. Причем это какие-то странные такие домашние макосины, видишь? О, прикольно. Реально домашние макосины. Давай прокатимся еще куда-нибудь. Как это надо? Так, а мы сейчас заедем в хом-диба. Я заменю себе по случаю дворники. Скрипучие слишком. О, кстати, я цветочки хочу здесь купить. Хочу комнату обставить какими-то растениями. Потому что у меня была идея купить бонсай. Это такое, знаешь, японское дерево. Ну, вообще, японская культура этого минимализма. Но меня очень сильно обидело, что эти растения, оказывается, им корни подрезают. И специально их сажают в какие-то маленькие тары, чтобы у них не было возможности к росту. То есть, по сути, это насилие. И мне вот это вот очень сильно смущает. Потому что я бы не хотел, чтобы растение, даже если у него маленькое сознание, чтобы оно чувствовало какую-то боль на его там уровне. Так, все закрыли. Надо посмотреть, как сейчас затворники у меня. Ну, она отстегивается. Такую штуку сейчас надо будет купить. Погнаем. Это химоз. Они не настоящие, думаешь, да? Не-не-не, настоящие. Ну, в плане покрашенные? Не-не-не, они не покрашенные. Ну, просто, как бы, вот это, вот такой вид растений ты можешь встретить в естественной среде. Это выведено искусственно. Ну, да. И вообще, какая красота здесь, посмотри. Вот это все можно дома поставить, в принципе. Типа, оно тоже минималистичное. Оно, это, конечно, не бонсай, но это что-то такое прям тропическое. Я помню, к нам 12 долларов. Ребята, заказывайте, отдам по 20. Так, молодой человек, с кем вы разговариваете? Вы что, больной? Да. Современный мир таков. Надо как-то выяснить, где продают дворники. Automotive. Вот, наверное, здесь где-то. О, мой любимый отдел Home Depot, инструмента. Я так все это обожаю. Ты знаешь, что это такое? Несмотря на это название. Я думаю, что это, короче, что-то здесь диск, наверное, вставляется. И, типа... Нет, это перфоратор. Я даже не знаю, что... Так, короче, длина какая? Какая длина? Твой короче. Как ты себя чувствуешь после этого? Так, вот нормально. Я пойду к растениям снова. О, давай пошли сходим, посмотрим. Реально, ощущение, будто попал в какой-то лес, на полянку. Цветочки пахнут цветами. Все такое яркое, красивое, зеленое. Все так позитивно. Маленькое отступление. Арсений сегодня затронул тему про бонсай. Про то, что корням сознательно создают условия, что им некуда расти. Поэтому растение маленькое получается. Я что вспомнил? В японской культуре, в истории, женщины одевали очень маленькие ботинки, чтобы нога оставалась маленькой. То есть, нога должна была расти, она не росла. В общем, это приводило к страданиям. Но это была часть культуры. То есть, женщины уродовали себе ноги, чтобы с виду, в ботинке, это было нормально. Ну, какого-нибудь там нормального, общепринятого размера, маленького. Но, по сути, это против природы. И получается, что бонсай – это такое же продолжение этой странной идеи, чтобы зажать место для корней. Вот, что ноги – нижнюю часть человека, что корни – в растении. То есть, японцы какие-то странные, что ли, а? Это вообще, откуда такая тяга к уродству? Ребят, есть какие-нибудь мысли? Пишите в комментариях, потому что, действительно, я только, реально, только сейчас об этом задумался. Вот, типа, это бонсай. Ну, как бы, это стиль бонсаевский. Но за 34 доллара, я не знаю. Вот сюда вообще черепаху можно посадить, конечно, мне кажется. Просто я с каких-то пор стал относиться ко всем растениям очень дружлюхой. Ты их жрёшь? Да. Ты фаршивец их жрёшь, и что, замаливаешь грехи? Типа таким образом? Если я перестам есть траву, тогда у меня вообще ничего уже не останется. Солнце, энергия. О, нет, я не наступлюсь. Кстати, ты знаешь, что здесь какая-то секта была такая, людей, которые... Они... Была. Солнце, да, они, короче, начали просто с головы набирать. О, прикольное деревце, которое ты сейчас двигаешь. За 35 баксов, ты думаешь? Ты просто тут не представляешь, сколько труда стоит его вырастить в такой вид. Нет. Мне вот это нравится. Я не понимаю, какая разница, если у этой ветки и впоследствии появились корни, теперь она растёт. Чего ты придираешься? Жалко так с деньгами не работает. Кинул полтинника, он вырос сотку. Надо почитать, как это всё работает, потому что это не просто поставить на стекло, а на подоконник и ждать. Я думаю, что как-то нужно ухаживать. Ну, в общем, это прям интересно. Растение – это хорошо. Блог начал как в Америку приехал? Не, я ещё с Азии там периодически что-то снимал такое, как бы по путешествиям. У меня очень много несмотированного материала с Малайзии, с Бали, с Грузии, Армении, Турции. Я почему-то иногда забываю об этом. Вот, а нужно бы наоборот. Ты показывал Скидрово там? Да, я, кстати, документалку сейчас снимаю, ну, такой подробный достаточно на Скидрово. Просто социальная проблема очень интересная. Это факт, это социальная проблема. Да. Платить бездомным деньги за то, что они бездомные – это проблема. Да, ну, там разные бездомные есть. На Скидрово они более жёсткие, на Венис Бич они более адекватные, творчеством хотя бы занимаются. У них просто мышление свободного человека, но при этом они бездомные остаются. Но они хотя бы музыку там играют, картины делают, какие-то подделки украшают. А на Скидрово они просто закидываются крэком и уходят в разброс. Слушай, а ты, как режиссёр, постановщик и оператор этого проекта, не хотела бы взять так и поставить палатку на Скидрово и пожить там недель-то две? Я думал об этом в качестве эксперимента, просто сделать несколько дней, как я живу в палатке. Несколько дней? Да, но, блин, я боюсь… Я боюсь… Что там изнасилуют? Нет, типа я могу чем-то, мне кажется, заболеть, потому что я когда последний раз там был, я простудился, и я на 4 дня скатился до Нового года. Не знаю, это связано или нет. Я понимаю, что это YouTube, интересный социальный проект, но немного страшно бывает. Ты такой человеческий какой-то, знаешь, такой фактор. Расскажи мне, сколько ты времени здесь уже мучаешься? Это мой второй год пошёл. Я приехал сюда в феврале 2019-го. Атмосфера была в Л.А. неблагоприятная очень. Я люблю, когда город тебя встречает в самом недружелюбном проявлении, чтобы потом он показывал свои настоящие прелести. Зачем приехал? Я приехал поменять свою жизнь. Поменял? В процессе, кстати, да. Ну, мне здесь нравится, я уже практически не думаю о России. Вот такая глобальная цель – это съёмки. Я хочу снимать здесь кино. Быть режиссёром. Начинать сначала с музыкальных видео, потом на рекламу перейти, потом уже на короткий метр и дальше длинный метр. Ну, насколько это будет возможно по моей карьерной лестнице. Что особенно в твоём канале? Почему людям надо подписаться, например, и чем он выделяется из остальных? Если я стараюсь над видео, то я стараюсь его, во-первых, технически, грамотно показать. Я, возможно, беру чем-то харизмой какой-то и философскими взглядами на какие-то бытовые ситуации. Сколько и куда ты путешествовал, примерно? Ну, я за последний год был только в США, поэтому я передвигался в рамках этой страны. Так, куда? Это был Нью-Йорк и Аризона. Ну, и в Сан-Франциско, и типа округ Эле, это не считается, там Лонг-Вич какой-нибудь. Лонг-Вич тоже, приятное место. Так, и как же ты собираешься мотивировать людей к путешествиям, если ты за год побывал только в двух местах? Хороший вопрос. Наверное, сейчас я просто в процессе. Мне нужна стабильная жизнь, а потом уже сверкать от неё. Сначала надо добиться стабильной жизни, а потом бежать от неё. Да, на самом деле. Сверкая пятками в путешествии. Я когда в Азии был, у меня было путешествие 3 месяца, и на эти 3 месяца я потратил всего лишь там 120 тысяч рублей. Я жил очень экономно, я жил только в хостелах, питался только местной едой. У меня был главный лозунг, я могу сэкономить сейчас, зато у меня будет плюс один день. Потому что некоторые хостелы в Азии, там 2-3 доллара, 4 доллара, и ты можешь жить как бы на 150 рублей в сутки, и при этом ты там кушаешь разную еду, там тоже на 1,5-2 доллара. А сколько видосов в месяц у тебя выходит? Ну, по-разному. Если я стараюсь, то минимум 4 должно выходить. Сейчас я смотрю на YouTube уже не на какую-то там прибыль, а просто как хобби, где я буду делиться людям. Чувак такой сидит, что-то мы уже обсуждаем про монтаж, ну, просто про видеопроизводство. А я когда себе монтирую, потом такой остановился и говорит, о, сейчас будет интересная информация. Когда я себя монтирую, меня иногда вызывают эту депрессию. Это еще одна из причин того, почему я пропадаю из боли видимости. Потому что ты, когда смотришь на себя, ты слышишь твой голос и так постоянно, а потом это все монтируешь. И те шутки, которые ты шутил и казались тебе классными, на этапе монтажа кажется... Болшет какой-то. Да, какой-то полный болшет. Вот, поэтому ты не ходишь, это делает. И у тебя самооценка меняется. А если ты свой материал снимаешь и отдаешь, возможно, так налаживается производство. Потому что я считаю, что каждый блогер, от каждого блогера постепенно зритель будет вставать. Именно поэтому нужно внедрять новых персонажей. То есть, допустим, сейчас твои люди смотрят на меня и, возможно, я кому-то сейчас не понравлюсь. Но кто-то скажет, типа, прикольно, спасибо, Миша, тебе за то, что ты показал нового человека. Чего он так заколебал котейчика? Ой, котейчик. Первое, о чем я подумал, что он, человек, кошку сейчас там дерет, я не знаю, в общем, будет что-то плохое. А кошка просто упиралась, потому что не хотела идти пешком. Потрясающе. Туда-сюда сделай, что ты, врачинец, как ты, а ты там сделай. Здесь я жил. Капитан Америка меня зовут. Я был капитаном Америки. Бордель. Бордель, реально, да. Сейчас уже наша беседа, скажем, подходит к концу. Я все хотел спросить у тебя. Вот был ты, где ты был? В Аризоне, в Нью-Йорке, в Калифорнии. Какие у тебя впечатления? Где тебе больше нравится, во-первых? А во-вторых, что отметить можешь по каждому штату, а только один пункт? В Аризоне меня удивило то, что там за те три дня, пока я там был, ездил, я не увидел вообще мусора. То есть, ну, это реально было странно. После ЛА, где очень много фантиков. Мусора везде. Ну, реально, тут даже если, вот как мы с тобой говорили, даже закрывать глаза и не снимать этот контент, мусора здесь многовато. Вот. Но там реально чисто. И меня удивило, что там, знаешь, такая оранжевая, короче, земля. Вот такие вот, когда заезжаешь, там прям вот как-то, если у нас зелень в ЛА, то там как-то все такое оранжевое, какое-то такое потертое. И плюс там, конечно, кактусы, это просто офигенские. То есть, они не такие, как в ЛА, там такие маленькие, бывают и большие, но там они просто в два-три человеческих роста. И такая, знаешь, одна шпилька и две вот такие по бокам, короче, прям торчат. Вот это удивило. Плюс сами вот эти вот каньоны, холмы, они какие-то другие, знаешь. Нью-Йорк, это, конечно, вообще, ну это каждый человек обязан там побывать, это отдельная вселенная. И я там за, наверное, минут 10, когда я был в Нью-Йорке, увидел людей больше, чем за то время в Калифорнии, в сумме вообще. Очень много людей? Очень много людей. Каждый день, как будто день города, знаешь, вот в твоем городе проходит день города, все такие выходят, ууууу. И там на Манхэттене каждый раз такое под вечер. Ну, если говорить про статистику, в Нью-Йорке 8 миллионов жителей, а в Москве более 16 миллионов. Ну, тут речь о компактности идет. И я знаю, что Сан-Франциско, он занимает второе место по плотности в США после Нью-Йорка. В Нью-Йорке я бы хотел там пожить определенно. Мне кажется, это самый лучший город для старта. Компактность, общественный транспорт, доступность языка, потому что ты там по-любому будешь общаться на английском. Ну, там больше взаимодействия. Ты говорил мне о том, что собираешься с видео как-то связаться. Да. Ты говорил про планы и желание быть режиссером, начинать с музыкальных клипов, потом двигаться дальше. Почему? Мэн, столько всего можно делать. Почему музыкальные клипы? Почему видео? Я, во-первых, нужно начать с того, что у меня отец, он актер театра и кино. И поэтому, когда я был маленький, он меня в этот мир ввел и сказал, понравится, занимайся, не понравится, не занимайся. Поэтому у меня в детстве был опыт как у актера, как пацана. И в основном мне доставались роли, либо у меня там почки не было, либо меня побили, либо я чувака на коляске играл, инвалидный. А что прикол? Ну, у меня было слаща в лесу. Короче, я очень сильно влюбился в кино тогда. Я уже посмотрел на это все, как это производится, я влюбился в этот мир, но при этом я не театральный вообще. Мне театр нравится смотреть, но театральная игра вызывает у меня странную ассоциацию. Поэтому кино, именно вот раскадровка, весь этот процесс создания, мне это понравилось больше. Я начал увлекаться видео, снимать на всякие кассеты, видеосъемки на телефон, на первый клип в седьмом классе. Потом уже я подумал, а что если быть вообще позади этого, типа механикамера, как тут говорят, да, позади камеры и создавать это все. И в институте наконец-то появилась такая возможность. Родители сказали, попробуй поступить, я поступил с первого раза. У меня очень хорошие баллы были на режиссуре, ну, на моем институте. Но во ВГИК я не пробовал, по сожалению, но надо было во ВГИК. Ну, в моем возрасте мне туда было сложно, потому что у меня никакого жизненного опыта не было. Меня любой прохожий мог обмануть. Знаешь, я был мальчиком после школы, которые во ВГИК таких не берут. В ВГИКе место специально для таких, как ты. Что бы это ни значило, да. Тебе тут встретят, отведут куда нужно. Так, друзья мои, товарищи, с вами был Арсений и Михаил. Где взять ссылку на видеоблог Арсения, вы знаете, в описании под моим роликом. Поэтому переходите, смотрите ролики, нравится, ставьте лайки. Не нравится, ставьте дизлайки в комментариях, пишите говно или подробности, что вам не нравится. Не стесняемся, что в отношении него, что в отношении меня. У тебя есть что добавить, дружище? Ребят, призываю вас, если вам понравилось то, о чем мы говорили, потому что, мне кажется, классно посмотреть на жизнь других людей и вот так через интернет смотреть на мир. Но при этом делать вывод, что не только через интернет надо смотреть, но и самим выезжать. А тебе, Миша, спасибо, что позвал меня. Что приехал из Сан-Франциско, из этой столицы ветров, из Алькотрассы вырвался и добрался сюда в плаву, на машине. Это было круто. К счастью, не из Алькотрассы, но там прохладненько, конечно, да. Так, ребята, с вами был Михаил, Капитан Америка. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Капитан Америка, сделаем этот канал вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok